Здравствуйте, уважаемые посетители канала Процветок! Меня зовут Русский Хван, я вас приветствую! Сегодня мы поговорим с вами на одну не очень приятную тему, однако же, то, о чем мы будем говорить, сегодня может случиться с каждым. Вот мои любимые помидорики, которые я вам как-то показывал, когда рассказывал про вегетативную генеративную фазу, про то, как правильно балансировать рассаду после ее высадки, если рассада требует, она должна быть переведена в вегетативную фазу. Ну вот, были там желтенькие листочки, какие-то растения такие разные, теперь они выглядят просто замечательные, темно-зеленые, накормленные, дают одну за одной кисти, и все благодаря тому, что была применена правильная схема подкормки, именно такая, которую я и рекомендую здесь на канале Процветок. Но иногда так бывает, что некоторые огородники, ну, немножко перестараются с подкормками, особенно вне корневыми, и в этом случае получается, что они сожгли растения. К сожалению, многие все еще пользуются рецептами наподобие мочевина, плюс йод, плюс марганцовка, плюс зеленка, плюс еще что-то, и при этом риски сжечь растения значительно повышаются. Что же делать? Ну, у меня нету растений подпаленных, и как-то не очень правильно было бы что-нибудь сжечь для того, чтобы вам просто показать то, что, ну, может быть, я думаю, многие из вас на первых этапах своего огородничества что-то такое и происходило. Вот что же делать, если все-таки вы в результате вне корневой обработки растений подожгли, повредили эти растения? Ну, в первую очередь стоит сказать, что какие-то крепкие растворы, ну, не буду говорить, останавливаться на том, что сделать, чтобы не поджечь. У нас про это были выпуски, ролики, посмотрите, пожалуйста. А вот что же все-таки делать, если вы все-таки вот так вот переборщили и подожгли немножко растения? В первую очередь страдают, конечно, листовые пластинки. Чаще всего пазухи листов, то есть и почки, которые здесь внутри находятся, остаются невредимыми. Это означает, что растение еще вполне пригодно для того, чтобы восстановиться. Если речь идет о томатах, то мы снова можем перевести их в вегетативную фазу. Да, они на недельку, 10 дней задержат плодоношение, максимум на 2 недели. Однако при всем том, плодоношение можно добиться в полной мере. Самое главное – не паниковать. Второе, да, кроме того, что не паниковать, второе, что необходимо сделать, это помнить, вернее, что не нужно сделать. Это помнить, что вот в этой фазе, когда растения сожжены, им противопоказаны какие-либо подкормки. Почему? Потому что, вспомните, я неоднократно рассказывал и учил о том, что у растения есть два насоса – корни и листья. Листья испаряют влагу, корни подтягивают, листья испаряют. Таким образом происходит снабжение растения питательными веществами. Если листья вы сожгли, корням некуда, некуда эту влагу девать, да, если вы их еще и подкормите, эти растения, корни ослабнут, потому что у них концентрация раствора в почве будет повышаться, повышаться, они не будут ее потреблять, не будет снижения концентрации солей. И из-за этого корни станут плохо работать, а нам это совершенно не нужно. Для того, чтобы сбалансировать верхний насос, который мы сожгли, и нижний насос, который у нас в полном порядке, нужно немножечко сократить поливы. Для того, чтобы не нарушить корневое дыхание, для того, чтобы не переобеспечить влагой растения, которые ему некуда девать, надо немножечко снизить поливы и исключить всякие подкормки. Ни в коем случае в поливную воду нельзя добавлять удобрения, и уж тем более нельзя добавлять азот до тех пор, пока мы не увидим явного отрастания побегов, новых побегов и отрастания верхушки, если она, конечно, осталась цела. Следующее, что необходимо сделать даже по голым стеблям, это обязательно использовать какие-нибудь стимуляторы роста, такие как ауксины. Вы можете развести гетероуксин в соответствии с инструкцией. Вы можете использовать различные стимуляторы роста, но я, конечно же, всегда рекомендую самые продвинутые, самые современные. Это стимул и гулливер. И вот в такой ситуации гулливер, пожалуй, будет наилучшим выбором, потому что в нем не так много ауксинов, как в стимуле, и действие и так на стрессовое растение будет мягким. Кроме того, конечно же, необходимо обработать растение янтарной кислотой, конечно же, необходимо обработать растение дрожжами. Ну, что-то из этого выберите, не надо обрабатывать всем сразу, ему и так тяжело. Но обязательно нужно взять какой-то энергетик, ну, дрожжи очень хорошо, они содержат и аминокислоты, и янтарную кислоту, и различные активные вещества, которые будут способствовать нарастанию этой самой вегетативной массы. После того, как вы обработаете растение и немножечко уменьшите поливы, подсушите его, вы должны увидеть рост, активный рост вот здесь из пазух, ну, пасынков или почек проснувшихся, на которые вы переведете, если у вас верхушечка погибла, переведете ваши растения, и они продолжат нормальный рост. Ну, а вот в таком состоянии томаты, ну, в конце концов, эти листья, они же не так скоро удалять, лишь бы пошла хорошо верхушка расти. Поэтому не паникуйте, не переживайте, используйте эти простые советы, и все будет хорошо. На этом я прощаюсь с вами, до новых встреч!